Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, комментарии, которые, я уверена, не оставят никого из вас равнодушными, посмеёмся, так сказать, все вместе. Первый комментарий. Вы не даёте Ольге деньги, чего тогда её обсуждаете? То есть, руководствуясь логикой этого данного хомяка, можно дать Лёле копейку и спокойно её обсуждать. Согласитесь, то есть, каков поп, такой и приход. Не зря, да, вот я постоянно говорю, что у Лёли на канале какая-то страна непуганных дураков и идиотов. То есть, по их логике, деньги не пахнут. Главное, их добыть, то есть, можно любую сумму дать, и вот эта цена, да, цена человека. Вот реально, цена человека. Можно мыть спокойно кости, да, в копейку. Очень меня это развеселило. Ну и второй комментарий. Ольга, как же я завидую людям, которые покупают вашу продукцию. Всё, занавес. По той простой причине, что хочется сказать, дама, не завидуйте, а радуйтесь, что вы не можете получить какую-нибудь ротовирусную инфекцию или кишечную палочку в свой организм. Все мы прекрасно видели Лёлину продукцию. Особенно меня впечатляли моменты, как творог делается в туалете. Это, конечно, нечто. Я представляю качество этой продукции. Отдельный вопрос, да, я вот наблюдала, как, например, Сергей Петрович формирует масло своими руками без рукавиц. И Лёля уже точно так же дошла до этого. Раньше она показывала совершенно другой контент. Упаковки перчаток, да, вот этих медицинских, одноразовых. Где Лёля все чуть ли не на уровне стерильности производила свою продукцию. И нам, конечно, демонстрировала. Теперь руками взяла тяп-ляп и готово. Но, как сказала Быкова, конечно же, руки первое она помыла. А второе, оказывается, масло на продажу и масло себе лично делается разными способами. Но я, опять-таки, ребята, в это даже не поверю. Второй момент формирования масла в руках. Вот вы представьте, я формирую масло, да, и я знаю, о чем я говорю. Представьте, на секундочку взять вот этот пласт жира, а домашнее масло очень жирное. Тем более, после того, как ты его промывал в холодной воде, вот попробуйте взять вот эту массу в руки и начать ее формировать. Вам даже рукам будет неприятно, да, потому что оно скользкое, оно жирное, холодное. И в любом случае, одевая перчатки на руки, ты, во-первых, ну, неприятного вот этого ощущения лишаешься. И, конечно же, в первую очередь это качество продукции. Но все делается совершенно по-разному. И все время у меня возникает вопрос, как же Леля разделяет, где масло, которое она сделала без рукавиц, и где масло, которое она сделала на продажу. И, кстати, Леля просто забыла об этом моменте, да, что кто-то это может подметить. Поэтому, конечно, именно таким способом и выкрутилась. Но я вам хочу сказать одно. Если у тебя уже на уровне подсознания заложены перчатки, да, в голове, вот нужно одеть перчатки для того, чтобы сформировать масло, ты уже и для себя, естественно, будешь делать все то же самое. Как и сыр, как и в любой принципе действия. Одно дело собрать с банки, например, сметану, да, ложкой. Ты не взаимодействуешь с продукцией. Но совсем другое, когда ты берешься за творог, за масло, либо за сыр. Ну и поэтому вот здесь, да, вот этот момент алелиной чистоплотности и качестве продукции, он меня никогда не оставляет равнодушно. Точно так же, как и уход за выменем корова. И точно так же, ребята, как и вот качество этого молока. Потому что, когда молочные каналы у коровы не прочищены, корова лежит, то есть в любом случае, да, вот эта мелкая пыль, грязь, она забивает молочные каналы. И когда ты включаешь доильный аппарат, это все прямиком бежит, да, вот первые вот эти струи, в общий бидон, который вы потом и пьете. Ни один хозяин себе такого, да, человек, который работает на перспективу, на качество своей продукции, себе это не позволит. Который сам, опять-таки, не брезгует, да, и пьет это молоко. Потому что, если твои дети пьют это молоко некипяченым, то 150 раз подумаешь о том, что вам это пить. Поэтому здесь, конечно, да, чистоплотность у Лёли на уровне. Ну а о натуральности это тоже такой вот очень спорный фрагмент, очень спорный вопрос. По той простой причине, о какой натуральности идет речь. Коровы стоят постоянно на пурине. И тоже стоит задуматься, что туда добавляют. То есть это не зерно, которое ты взял, перемолол, да, и вот у тебя надробил его, и вот оно у тебя получилось. И даже зерно, то есть все равно его обрабатывают разными там профилактиками, да, этими там, я не знаю, что туда добавляют, чтобы его вырастить. Ну разные химикаты в любом случае. Поэтому о эко и натуральности, ну такое, скажем так себе, вопрос остается открытым. Поэтому, когда Лёле пишут такие перлы, ребята, я просто улыбаюсь. Ну и далее, ребята, конечно, Лёля рассказала всем нам о том, что далеко не каждый может себе позволить вот так иметь свою лошадь и катать на ней детей. Конечно, далеко не каждый. По той простой причине, что люди прекрасно понимают и осознают, сколько лошадь берет на себя время и внимание. Мы хотели, ребята, завести когда-то лошадь. Кто-то из вас мог видеть у мужа на канале. Мы готовились к этому, но в последний момент пасанули. Потому что понимаем, что нужен очень специфический, тщательный уход. Нужно очень много свободного времени, чтобы заниматься лошадью. И поняли, что очень нецелесообразно для того, чтобы дети верхом покатались раз в неделю или два раза в неделю, заводить такое большое животное и медь. И вот так за ним ухаживать. И нет никакой гарантии, что дети через какое-то время просто захотят продолжить кататься, а не откажутся от этой затеи. Поэтому в последний момент мы пасанули. Но Лёля пошла дальше. Лёля, конечно, не мы и мы, конечно, не Лёля. Лёля просто наняла людей, которые будут выгуливать её лошадку, платить им за эту зарплату, что, кстати, выглядит очень смешно и как-то для меня глупо и тупо. То есть, когда ты постоянно ноешь, нет денег, но при этом позволяешь себе работников двоих на одну лошадку для того, чтобы раз в месяц покатать детей на санях. Для меня это как-то глуповато выглядит. Поэтому, конечно же, адекватные здравомыслящие люди себе этого не позволят. Ну и далее, ребята, Лёля поведала всем нам, что теперь она может развивать свою ферму. Вот здесь мне опять стало очень смешно. Очень хочется посмотреть на это развитие. Но опять-таки, ребята, бездумно можно завести хоть 100 коров. Первый вопрос становится о реализации продукции. А в Лёляном случае он остаётся открытым. У неё нет абсолютно никаких оптовиков, нет абсолютно никакой покупательской базы, нет клиентов. То есть, обратите внимание, когда она громко кричит, я развожу свою продукцию, даже продемонстрировала нам, как ей кто-то позвонил сделать заказ. Вы посмотрите, как она его сформировала. Одна банка молока, два куска масла и несколько десятков яиц. То есть, это просто смехотворно. И понятно, даже в случае её, едя даже целенаправленно и просто завезя эту продукцию, оно того не стоит. Потому что, во-первых, ты проделаешь какой-то километраж, чтобы человеку подвезти это под дом. А во-вторых, представьте всё это по топливу. И опять-таки, нужно просчитывать ещё и себестоимость этого молока. Для того, чтобы просчитать себестоимость, ты знаешь, сколько зерновых в сутки ест твоя корова, плюс сено, плюс, конечно же, коммуналка. Это свет, вода. Третий вариант, ещё один, это зарплата за твой труд. И только тогда ты понимаешь плюс-минус, да, сколько стоит банка твоего молока. И понятно, да, ты на этом должен ещё что-то заработать. А в Лёлином случае, это вот знаете, чтобы не вылить, я типа по пути завезу и, конечно же, сделаю контент. Ребята, когда есть реализация, когда есть спрос, люди везут не одну банку, тарится машина. И даже если это адресная доставка, и его развозят. А здесь это смехотворно. Поэтому в случае с Лёлей можно завести хоть 200 коров, только куда сбывать эту всю продукцию и куда сбывать это всё сырьё. Ну, понятно, можно рассуждать о том, чтобы отправлять караван на Москву. Но для того, чтобы отправлять караван на Москву, это всё нужно переработать. И так как все прекрасно понимают, что Лёля не будет ничего перерабатывать, это нужен человек, который ещё займётся переработкой этого всего, даст сырья готовую продукцию. И вот здесь возникает вопрос, во сколько хомякам выльется Лёли на развитие фермы? И будет ли оно развито? Потому что, опять-таки, накладные расходы, амортизация машины, ну, это всё тоже нужно учитывать. При доставке, например, на ту же Москву. Но Лёле самое главное нагнать жути. Ну, и далее, ребята, Быкова нам поведала о том, что она считает, что только в селе можно достойно воспитать детей. Хомяки, утритесь, вы воспитываете своих детей, сидя в городе, ни хрена не достойно. Вы знаете, это вообще, опять-таки, какая-то дырка у человека и больная голова. А в чём разница воспитания, например, в селе и в городе? Я всегда считала, что воспитывает семья. То есть, что ты вкладываешь, да, сам своего в ребёнка влаживаешь, что ты на выходе и получаешь. Но, оказывается, у Лёли это по-другому. То есть, городское воспитание от сельского очень отличается. Интересно же, чем? Вот, да, мама может, одна и та же мама проживать как в городе, так и в селе. И воспитываются дети родителями и семьёй совершенно одинаково. Но Лёля считает, конечно же, что она превосходит. Она прогрессивная мама, такие же у неё прогрессивные дети. И вот они именно и чувствуют эту разницу. Ну и далее, ребята, опять очередной шедевр от Лёли. Они будут видеть, как зарабатывать деньги и кушать натуральные продукты. Что такое натуральный труд? Интересно, как Лёлины дети будут видеть, как зарабатываются деньги, если Лёля их до сих пор не сумела заработать? Единственное, что Лёля сможет показать, единственное, это как заработать на Ютубе, как выйти с протянутой рукой. Это можно было бы то же самое показать и в городе. То есть, как она может показать заработок в деревне, если она его не имеет. И опять-таки, ребята, вспомните, с чем пришла Лёля на Ютуб. С пустым карманом. Откуда пошли первые коровы? Потому что первую корову ей выдал район. И потом дальше начались постоянные сборы и поборы на этих коров, на этих коз. То есть, всё это было приобретено за счёт хомяков. Лёлиного развития, как такового, нет. И это доказывает, что, переехав в деревню, она изначально никак не сумела научиться зарабатывать на этом деньги. То есть, она не пришла изначально на Ютуб с большим объёмным хозяйством. Тогда бы это был показатель того, что человек умеет заработать на том, чем он занимается. А когда Лёля начинает шутить в эти шуточки, что показать, как в деревне зарабатывается, покажи. Лёля, покажи, как ты реально зарабатываешь деньги. То есть, не показывай вот эту пыль в глаза, как переработать, как потенциально можно заработать. Потому что все разговоры сводятся к тому, как можно потенциально заработать. Ты покажи, как реально можно заработать. Вот покажи загруженную машину продукции, и как ты её повезла. Тогда, да, в это можно поверить. А когда тебе звонят, заказывают банку молока, ребята, ну, это тогда да, Лёля конкретно и серьезно зарабатывает. Ну и опять-таки по поводу того, что такое натуральный труд, у меня возникает вопрос, а где у Лёли, либо её детей натуральный труд? Очень хочется на это посмотреть. Вспомните, как хорошо всё начиналось у Лёши. Парнишка разводил кроликов, их было очень много, были клетки, был контент. Где теперь все кролики? В ОТПе кроликов нет, вывели всё подчистую, потому что Алексей понял, на кроликах далеко не уедешь. Ютуб намного перспективнее, высокооплачиваемее и мало того, менее затратный по времени, по ресурсам физическим и временным. Потому что что такое кролики, что такое клетки? Это 2-3 раза в день водичку поменяй, поставь поилки, сделай прививки кроликам, сено принеси, зерновые дай. Если там где-то какашечки кролячьи застряли, это всё подчистить, даже если у тебя пол сетчатый. Много подводных моментов с кроликов. Плюс забой, снятие шкурки, разделывание тушки, случаи, отъёмы шеции в день, постоянно это всё контролируют. Здесь же, ну что такое Ютуб, согласитесь, что такое уход за кроликами, что такое Ютуб. Плюс раньше парнишка даже клетки собственными ручками сделал. Но мама весь этот труд деревенский, натуральный, уничтожила на корню, пустила сына в блогерство. Поэтому о каком труде Лёля вещает? То есть она как раз таки даёт детям сравнение, как это тяжело в деревне и как легко на Ютубе. Поэтому чему она может научить и как воспитать? Большой и спорный вопрос. Ну и как далее отметила Лёля, в городе всё готовенькое, а тут своим трудом. Интересно, что она лично своим трудом и её дети добывают, и что в городе всё готовенькое. Лёля не понимает, что у неё бы не было ничего готовенького, если бы хомяки это всё не оплатили. И в городе, кстати, Лёля, наверное, недопонимает, что для того, чтобы купить это готовенькое, нужно впрячься, отработать смену 12-14 часов, либо на вахту съездить, заработать бабосов, так сказать, чтобы купить это всё готовенькое. То есть её понимание, понимаете, городские сидят на всём готовеньком, только при этом кто-то лечит, кто-то детей учит, кто-то улицы метёт, кто-то дальнобоем зарабатывает, кто-то на кассе сидит, в магазине на ногах стоит. Но в Лёляном понимании всё на готовеньком, и забывают, что при этом кто-то у станков работает, на заводах пашет, на упаковке, производит продукцию, в общем, куча, куча всего. Но в Лёляном понимании, понимаете, получаются городские вот такие вот лентяйчики, они всё готовенькое получают. И опять-таки, что она сделала, как ни в очередной раз, унизила людей. И, конечно же, методы их воспитания. И здесь, ребята, стало мерзко и противно. По той простой причине, что, во-первых, когда ты занимаешься хозяйством и зарабатываешь на этом хозяйстве, ты предоставлен сам себе. У тебя нет, допустим, самодура, руководителя, ты не выполняешь какие-то тупые задачи. У тебя нет особого вот такого вот напряга и головника, как это есть в городе. Но, конечно, Лёля этого не ценит, потому что никогда на себе на самом деле этого не испытывала. И сидит, рассуждает, как в городе всё легко и просто. А ты поедь в город и поживи, чтобы потом рассуждать, где же на самом деле легче. В Лёляном случае ей легко будет везде, потому что здесь человек физически не работал бы ни в городе, ни в попу клюнутый, скажем так, чтобы быстрее вернуться домой и всё это распетлять. Скажу по-другому. У меня муж частный предприниматель. Ну, то есть в Украине это частный предприниматель, в России это, я так понимаю, индивидуальный предприниматель. И я делаю отчёты каждый квартал в налоговой. Ребята, делаю это всё абсолютно спокойно в электронном виде. Мне не нужно никуда ездить. Любую коммуналку я оплачиваю в электронном виде. Мы выезжаем исключительно за продуктами. Да, пока не было красной зоны, не было такого вот карантина ужесточённого, мы выезжали с детьми на покатушке. Сейчас выезжаем пореже и стараемся постоянно на эти покатушке находиться на свежем воздухе. То есть не в помещении взаимодействовать с другими людьми, а именно на открытом пространстве. Но всё равно выезжаем. В Лёлином случае, ребята, это постоянно какой-то головняк. У меня возникает вопрос, какой и с чем он связан. То есть здесь, платя налоги, делая квартальные отчёты в налоговую. Единственное, да, за последние три года был обучающий курс налоговой, который я прослушала на протяжении пяти дней. Всё. И всё моё занятое время. Но у Лёли, конечно, какие-то конкретные, постоянные, глобальные задачи. Поэтому девочка занята чуть ли не круглые сутки. Ну и далее, конечно, Лёлик поведала, что теперь она начальник и в доме, и на ферме. Поэтому делает всё абсолютно эпизодически. Даже есть готовить сейчас, у неё времени эпизода эпизодически на это не хватает. Но на новой кухне руки будут так и чесаться приготовить. Поэтому увидим Лёлину готовку. Ну вот так, ребята, для меня смехотворно на самом деле выглядит каждое движение и каждое Лёлино слово. Потому что человек, который по факту не там и не здесь, который не делает ничего, а только бегает за всеми с камерой и снимает контент, и рассуждает о том, как легко жить в деревне и, конечно же, зарабатывать. Ну а на сегодня я всё сказала, что планировала. Конечно же, продолжение следует. Ребята, всем хороших выходных. Прощаюсь со всеми. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!